Почти два месяца скитаний по родственникам и, наконец, новоселье. Оно проходит в кругу людей, которые за это время стали настоящими друзьями для семьи Дышниевых. За чашкой тёплого чая они обсуждают будущее в их собственном новом доме. У нас здесь четыре комнаты, кухня и ванная. Необходимые коммуникации, внутренние работы здесь уже провели. Осталось всё обустроить. Потихоньку будем выбирать, какие обои поклеить и дверь ставить. Это радостное событие с трагичной предысторией. Утром 22 января, когда обычно все разъезжаются по делам, на работу и учёбу, их дом охватил пожар. На тот момент внутри находились трое детей, младшие из которых три года. Мать семейства рассказывает, она едва успела их вывести. Я подметала во дворе, когда старшая дочь вышла и сказала, что в комнате дым. Только я вышла с младшей девочкой и всё. Вернуться или забрать что-то было невозможно. Всё охватило огнём. В первые дни пожара семье, в одночасье лишившейся всего неравнодушные люди, несли самое необходимое. И всё это с благодарностью принималось. В благоустройстве их нового жилья также была приложена рука помощи. Представители молодёжного совета из Нестеровского разместили новость о несчастном случае в социальных сетях и объявили сбор. Необходимую сумму собрали всего за несколько дней. 250 тысяч рублей были направлены на подведение всех коммуникаций и внутренних работ будущего дома. Когда мы первый раз сюда прошли, здесь были голые стены, чисто поставили окна, коробка, можно сказать. Пришли ребята, насыпь сделали, электрику сделали. Кто-то ещё прошёл, сказал имя своё называть, сделал от себя штукатурку полностью. Мы что сделали? Мы сами сделали отопление, поставили работника, чтобы кафель укладывал, кафель положили, сантехник восстановили. Сам дом Дышнеева начали строить ещё шесть лет назад. Так как в семье работает только отец, весь их доход уходил на еду и оплату аренды жилья, от которого остались лишь обугленные руины. Восстановить и вернуть сгоревший щитовой дом хозяину семью пока не торопят. И ведь нет, худо без добра, говорят их нынешние соседи. За многие годы на их улице появилась новая семья. И этот несчастный случай укрепил их отношения, взаимовыручки и поддержку, присущие только хорошим соседям. У нас на улице только два жилых дома было. Теперь нас стало немного больше. Они всегда могут на нас положиться, мы всегда поможем. Хочу лично поблагодарить всех молодых людей, которые были задействованы в ремонте дома. Больше всего переезду радуются сами Дышнеева. Хоть в доме и осталось еще куча дел, они счастливы быть под собственной крышей. Больше им не придется кочевать по съемным домам или уйтиться у родственников. Односельчане, работники администрации и те ребята, которые не просто собрали деньги, но и помогали в самом ремонте. Если бы не они все, у нас ничего не получилось. Я очень им благодарна. Пожар так или иначе может быть делом случая, но когда придерживаешься элементарных правил безопасности, риск возгорания становится намного ниже. Свой новый дом Дышнеева построили с учетом всех противопожарных норм, чтобы неисправная проводка больше не стала причиной лишения крова. Жародат Холухоева, Хамзат Холухоев, Новости 24.